Всем известно, что Великая Степь подарила миру коневодство и всадинческую культуру. Впервые одомашнивание лошади человеком произошло на территории современного Казахстана. Отмечено в статье Ельбасы «Семь грани Великой Степи». Несмотря на то, что научно-технический прогресс давно уже вытеснил рено лошадей, исконное занятие не кануло в лету. Один из тех, кто продолжает традиции, известный коневод Ищилийского района Ауисхан Кадырбаев. Несмотря на возраст, коневоду уже 77 лет, а Ауисхан Кадырбаев до сих пор на коне. Занимается коневодством более полувека. После службы в армии в родном ауле начал помощником табунщика. Через 4 года сам стал пастухом. В те годы на одного пастуха выделяли по 100 лошадей. Он же без потерь перегонял табуны в 6-7 раз больше. Он поражает своими энциклопедическими знаниями о лошадях, умением сразу определить их потенциал. Очень полезное животное. Это и кумыс, и мясо, и средства передвижения. Красивое, удивительное создание. Я счастлив, что всю свою жизнь посвятил лошадям. В 89-м году привез с конезавода из Алматы Тулпары по кличке Брек и занялся разведением потомства от него. За 30 лет коневод вырастил свыше 50 знаменитых скакунов. Брек, Елек, Эсгар, Сумкар, Сандугаш, Адмирал, Кастет. Я участвую в соревнованиях с 6 лет. В селе держаться научил меня дед. На первом своем бойге занял третье место. Со своими скакунами ухаживаю сам. Словом, дело Ауэсхана Кадырбаева есть кому продолжать. Алина Параджан, Аскар Тажеев, Бауржан Кужамуратов, Досхан Садпай, телеканал Казларда.